Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир. Но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 26 октября – День Карпа. Назван в честь святых мучеников Карпа, а также Попилы и иных с ними. Оба довольствовались пищей только самым необходимым, отвергая все, что служит к разнообразию и излишеству. Необходимого употребляли столь мало, что отличались от ангелов только плотью. По своему великому воздержанию казались почти бесплотными. Когда они достигли через такую жизнь совершенства в добродетели, то им было вручено церковное управление, а потом был донос язычников. Сегодня было принято молиться иконе Иверской Богоматери для защиты от пожаров и других несчастьй. Устраивали сегодня банный день, чтобы пережить суровую зиму без недугов. Парной подливая настой целебных трав и пропаривая свинников, избавлялись от болезней, укрепляли здоровье. Наши предки верили, что в бане живет особый дух, помогающий преодолеть разного рода хворь. Банный дух – это существо, которое невидимо, но может напомнить о себе шумом. Например, он прогоняет посетителей бани, которые ему не угодны. Стучит и даже бросается камнями. Народ дал ему название банника. Он тоже любит париться, делая это обычно тогда, когда парная хорошенько прогреется. В качестве уважения оставляли для банника воду, веник и мыло на ночь, чтобы он мог спокойно попариться. И, кстати, народ избегал ходить в баню ночью и после захода солнца. Не оставляли в бане и никаких икон. Когда мылись, предварительно снимали нательный крест. Старались ходить в баню тихо, а при входе просили разрешения у банника. И извинялись, что потревожили его. Приметы. Если восход солнца происходит из-за туч, погода будет переменчивой. Сегодня рано утром петухи запели, это к теплу. Облака быстро бегут по небу с южной стороны к непогоде в ближайшее время. Если в этот день выпал иний, к теплой, сухой и солнечной погоде. Шлаг еще выделяется и дополнительно отравляет наш организм. Болезнь это на руку, потому что иммунитет не работает, и она все шире и шире и распространяется. Так вот капуста, что она еще делает? Она обездораживает кишечник за счет того, что вот это село там содержится. Кстати, обилие газов, которые возникают после того, когда человек принимает капусту или пьет капустный сок, это говорит о том, что идет очищение. Как только очищение закончилось, а заобразование прекращается. Кишечник очистился, главный источник интоксикации убирается, и организм уже получает дополнительный стимул, как от корня, от которого он питается, от желудочно-кишечного тракта, на возрождение. И дальше уже идет кровотворение. А кровотворению еще способствует свекла. Какая же она красивая. Да, и вот обычно едят... Плод, корнеплод, да. Плод, корнеплод, а кровотворение выбрасывает. Ну, считается, считается по некоторым данным, чтобы от вас даже это еще более полезно, чем... Корень. Чем корень, да. И я его тоже как-нибудь обработаю так, чтобы его можно было съесть и при этом радоваться. А? А как? Я говорю, а-а-а. Хорошо, это со временем. Про капусту еще вопрос. Капуста вызывает потемнение в глазах у вас написано. Раз. Это как? Ну, это древние говорили, что она вызывает потемнение в глазах. В любом случае, если человек слишком много чего-то там употребляет, это все может быть, да. А если все это употребляется в умеренном количестве, все будет нормально. Кстати, если у вас сразу, ну, в смысле, много, не ешьте капусты. Почему? Потому что клетчатка рубая, и у нас еще не сформировалась ни микрофлора, ни организм еще не вышел на тот уровень, чтобы полноценно все усваивать. И поэтому, ну, говорит, возникает газообразование от капусточки еще так. Если такой есть, можно ее просто-напросто слегка потушить. А потом все меньше и меньше. Ну, много не надо начинать. Тогда организм будет справляться. Так, болгарский перчик, петрушечка. Очень способствует тому, чтобы наш организм работал как часы. Дмитрий Петрович, очень вы вкусно все как-то делаете. Смотрю я на вашу чашечку, на мою эту бодейку. Ну, сейчас добавите сюда. Ну, многовато, все равно. Соли дорог и будь нормальненько. Тоже хочу маленькую чашку. Пожалуйста, берите маленькую чашку. Да. Значит, у меня покрупнее нарезана эта капуста, но я тоже ее чуть-чуть отжала. Без соли. Правильно? Не надо. Да, можно. Можно без соли, можно, конечно, с соли, но с соли надо просто-напросто быть осторожным. Особенно у кого имеется склонность к котекам, соли надо поменьше. А у меня получилось, смотрите, рубленное зелень. Я ее добавляю. Вот что бы я еще сюда еду? Я еще добавил сюда немножечко чесночку, лучку. Пускай лучка, действительно. Я сделаю салатик не сладкий. Обычно я люблю там сладенькие салаты, а это я сделаю не сладкий. Добавлю лучка. Беленький лучок, он не такой и лорький, поэтому его можно... Если вас интересует чеснок, можем одну головку на двоих взять. Нет. Не интересует? Я буду лучком. Вы лучком. Ладно. Лук содержит фитонциды. Кстати, в луке также содержится сера. И что самое удивительное отметить, это продукты, которые содержат серу, они обладают бактерицидными свойствами. Серу содержит и чеснок, и лук, и капуста. Вот что удивительно. Поэтому, употребляя в салате вот эти вот продукты, мы тем с вами ведем прекрасную работу над собственным иммунитетом. Это главный вывод. А второй вывод тактический, то, что с капустой хорошо идет как лук, так и чеснок. Да, она сочетается со всеми продуктами. И, кстати, она является одним из овощей, которые дают силу. Потому что бытует мнение, что когда строились пирамиды, то людей в основном чем кормили? Капустой. Квашины, капусты там свежие. Я знаю доктора Медлина, у которого основное блюдо для тех, кто желает сбросить вес. А этот доктор удивительный. Он как раз работает над такими, скажем, людьми, у которых вес уже зашкаливает. И они ничего не могут сделать. Это за 200 килограммов, но люди. 28 лунные сутки. Ввиду того, что энергетика этих лунных суток очень благоприятна и гармонична, ее олицетворяют с лотосом. Сегодня поддерживайте у себя приподнятое возвышенное настроение. А чтобы удержаться на волне гармонии и благости, которую несет этот день, контролируйте свои эмоции. Обязательно сделайте себе праздничный обед из красивой, вкусной и легко перевариваемой пищи. Не следует сегодня тяжело физически трудиться. Все должно идти легко и радостно. Доставлять удовольствие и не нарушать гармонии окружающего вас мира. Сегодня снятся вещи и сны. Отнеститесь ко всему, что вам приснится серьезно. Ведь сны, как говорили древние мудрецы, это послание нам из будущего. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахо.Про. Доброго здоровьица и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok